Мы симбиотические организмы. Как и все животные, мы не можем жить без бактерий. Эти симбиотические связи начинаются зарождаться в нас с самого рождения, в процессе прохождения плода через родовые пути и существуют до нашей смерти. Но своим дальнейшим, после рождения и кормления нас матерями своим молоком, питанием, мы формируем эти симбиотические связи с отклонениями от видовых трофических рамок нормы в ту или иную сторону, то есть ближе относящихся к природной видовой пище человека, если он придерживается видового и адекватного питания, или к неестественной, то есть жареной животной пище, если он новый, формирующийся, подрастающий человек по вере или привычке, бессознательно навязанной своими родителями с детства и сформированной вот этой пищевой зависимостью, навязанной обществом и желаниями. Уже в подростковом периоде было и остается намертвой, термически обработанной, тем более животной пищи. Чем больше в пище вареной, жареной, термообработанной вот этой еды, тем больше патогенные бактерии внутри нас формируют симбиотику кишечника. Кстати, в термообработанной пище нет жизненно необходимых нам для нормального пищеварения ферментов вообще нет. Да, эти патогенные бактерии тоже нужны нам при обычном, привычном, неестественном, невидовом питании, так как они не допускают просто нашей быстрой, верной, неминуемой гибели от отравления токсинами, от гниющих белков, так как поскольку перерабатывают вот эту ту часть пищи, которая не может переработать наша система эндогенных ферментов организма, то есть ферментов желудка и двенадцатиперстной кишки и всего кишечника. Эта относительная стабильность позволяет долгие годы при прочих верных и приемлемых условиях жизни поддерживать это качество жизни и силы на более-менее стабильном уровне. В прошлые века эта стабильность была дольше, но теперь пора забыть про бабушек и дедушек. Такого больше не будет ни у вас, ни у ваших детей тем более, так как за последние десятилетия добавились новые очень вредные факторы воздействия на нас, которые на бабушек и дедушек в их молодые годы формирования не действовали. От бытовой химии и химических продуктов и неэкологического образа жизни до прочих десятков факторов. Пора прекратить читать мантры и самоуспокаиваться дедушкиными достижениями. Хватит уж глумлений над здравым смыслом и жизнью. Смотрите все мои лекции по долголетию долгожителям, и тогда сможете объективно судить об этой теме полно и здраво, без иллюзий и самообмана. А скажите себе, вот почему длительно и, например, принужденно голодающий человек, поев после долгого голодания, как это было много раз подмечено в народе, докторами прошлого, во время блокады, войн и тому подобное, получив возможность и поев сразу, например, мясо, просто погибают. Как говорят в народе от заворота кишок. Да потому что после долгого голодания еще не размножилось достаточного количества условно-патогенных бактерий, которые погибли в основной своей массе, при этом долгом голодании, не получая свою пищу, привычную, свою, родную пищу, которые, размножившись в достаточном количестве при плавном начале приема пищи от легкой к более тяжелой малыми порциями со временем, станут вновь способны перерабатывать донатурированные белки вареного или жареного мяса, да и тем более любой вареной пищи в той или иной степени. Вот что такое кишечная микрофлора. Вот взаимосвязи, вот понимание естественности и неестественности потребления той или иной пищи. Точно так же плавно и еще более времени уйдет на формирование естественной микрофлоры в процессе замещения ее с патогенной, на свою, родную, плавным переходом на живую пищу, с соблюдением всех мер, которые могут этому помешать и противостоять. Что такое адекватное? Видовое естественное питание человека смотрите в моей полной лекции 9 причин болезней или в короткой выжимке из нее в лекции 9 причин болезней, часть 2. И обязательно посмотрите мою полную лекцию по пищеварению, тогда вы уже многое будете знать и понимать, а не верить. На первых порах при переходе на видовое адекватное человеческое питание, то есть на вегано-сыроедение, просто необходимо учитывать и потреблять те продукты в таком соотношении, чтобы не было недостатка ни в каких аминокислотах и в иных питательных элементах, то есть в витаминах, жирных кислотах, минералах. И все это из естественной пищи можно и легко можно получить, кроме так всем жизненно необходимых микроэлементов. Об этом смотрите мои лекции по экологии и по фокусу, и поймете почему никто в наши дни не может из любой пищи получить все минералы. Вот эти лекции. Так вот, плавно изменив свое питание на естественное человеческое, в дальнейшем людям, имеющим биологические знания, например, полученные из моих лекций, не стоит слишком беспокоиться о балансе аминокислот, получаемых непосредственно из пищи. Если вы понимаете суть процессов пищеварения, биохимии, то есть надо не забывать, надо знать и помнить, что здоровая кишечная микрофлора синтезирует нам и все аминокислоты, в том числе все незаменимые. И если паразиты, живущие в кишечнике того или иного человека, не потребляют больше, чем нужно самому организму хозяина, то есть не может быть никаких проблем с белками вообще. И быть не может в принципе, так как из пищи непосредственно все аминокислоты можно получать, и посредством работы нашей кишечной микрофлоры тоже можно получить. То есть двумя способами они дублируют друг друга при недостатке из одного. А помочь нам всем, особенно тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, у кого ослаблен иммунитет, могут именно проростки. Они помогут вам и своим уникальным питательным составом, в первую очередь большим количеством натуральных витаминов, которые, кстати, в процессе прорастания до 5-7 дня увеличиваются до 20-30 раз, в отличие от спящего семени. И своими ферментами, которые не только помогут переварить ту пищу, с которой они эти ферменты, находящиеся в проростках, поступили, но и частично иную съеденную вами пищу, и значит, снимут изрядную нагрузку с вашей поджелудочной железы. А также они наладят работу наших симбиотических бактерий, размножив их быстро и таким образом снимут возможности дисбактериоза, укрепив и местный иммунитет кишечника, и иммунитет всего организма в целом. Что же делать, как лечить и как не допустить дисбактериоз? Так, пробиотики и ферменты. Есть пробиотики и ферменты, если они натуральные и симбиотические нам, качественно произведенные, то их можно использовать курсами для внутреннего приема. Эти рекомендации есть в нашей совместной лекции с Бутаковой видеосеминаре, который называется «Здоровый кишечник». Вот оно. Ссылка на это видео будет дана под данным видео. В конце видео Бутакова дает очень хорошую комбинацию из трех пробиотиков и ферментов, которые я рекомендую потреблять в запущенных ситуациях курсами по 2-3 месяца к ряду. Пробиотики – это живые бифидумы, лактобактерии. И принимать их можно только проглатывая их в капсулах, так как они должны попасть не убитыми, не переваренными кислой средой желудка в кишечник. Именно там начать трудиться. Но помните, что это все временные меры, чтобы дать организму как бы передышку, чтобы позволить напитать его жизненно необходимыми и так недостающими элементами в период долгого дисбактериоза, когда всасывание в кровь и минералов, и витаминов затруднено. Дело в том, что все же это не родные нам штаммы бактерий. У каждого человека свой состав, индивидуальный состав кишечной микрофлоры. Разные пропорции популяций определенных видов бактерий в нас обитают. А эти из препаратов, хоть и живые, но они не в нашем организме образовались, и долго жить там не смогут, обычно 2-3 недели. И весь эффект сойдет на нет. После прекращения приема этих пробиотиков. Но и ферменты тоже важны. Они временно разгрузят вашу поджелудочную железу и дадут вам время ее восстановить. А восстанавливается поджелудочная железа только в момент голодания. То есть, не приема пищи, когда она не выделяет свои ферменты нам, для переваривания этой пищи. Так вот, эти меры, скорая помощь, но не лечение. Пробиотики вполне можно применять, но это не лечение. Но лечение есть. И опять же, все естественно и просто. А как? Да просто надо стимулировать размножение своих собственных бактерий, своих колоний. Стимулировать их можно естественной, их родной пищей. И это клетчатка, это пектина, олигосахариды. То есть, это живая растительная пища. Это их пища, значит, и наши тоже. Как бы кто ни фантазировал, и как бы кто во что ни верил, это просто жизнь, как она есть, по факту. Наш организм сам не синтезирует такие ферменты, которые расщепляют пектины. И симбиотические бактерии имеют пектинолитические ферменты. А в результате переваривания бактериями пектинов, кстати, образуется большое количество органических кислот, которые защищают стенки толстого кишечника от разного рода повреждений, что противодействует, предотвращает появлению росту и полипов, и онкологии кишечника, по крайней мере.